Как к старообрядкам РПЦ относится? Положительно относится, в том смысле, что мы пытаемся с ними вступить в диалог. Мы пытаемся с ними наладить отношения, примириться и преодолеть те разногласия, которые между Православной Церковью и Старообрядческой Церковью существуют. Процесс идет, диалог идет, и я думаю, что это будет все преодолено со временем. Это раньше было бы преодолено уже, просто исторические условия были неблагоприятны для этого. Потому что со времен Петра Великого Православная Церковь была поставлена на службу государству, был синодальный период, когда Церковь была как одно из министерств в государстве, министерств духовных дел. Это было очень плохо. И Церковь не только диалога со старобрядцами не вела, она даже диалога со своими собственными православными не вела. То есть люди просто безграмотность была полная, почему после революции разрушали все, уничтожали все. Только до революции немножко-немножко начал какой-то диалог налаживаться по поводу преодоления старообрядческого раскола. А потом, после революции 1917 года, тоже условия были, мягко говоря, неблагоприятные. Там было выжить, главное выживание было. Церковь уничтожалась. Там уже речь не шла о том, чтобы как-то наладить взаимоотношения, или как-то развивать какое-то сотрудничество. Вообще речи не было. Речь была о выживаемости. Стоял вопрос вообще, будет ли Церковь русская, или она уйдет с мировой арены. Ее вообще физически не будет. Ее могли бы вообще уничтожить. Но Господь молитвами всех святых и новомучеников российских судил так, что Церковь русская сохранилась. И сейчас закончилась эпоха безбожничества, и немножко Церковь после гонений в себя пришла. И вот сейчас идет диалог нормальный, конструктивный со старообрядцами. Но меня все время об этом почему-то спрашивают. Мне даже очень интересно, неужели так много старообрядцев у нас в интернете? Потому что постоянно вопросы задают. Редактор субтитров А.Семкин.